добрый вечер дорогие друзья мы возвращаемся в дегустационный зал декантора и открываем наш виски год наши дегустации с артбега мы завершили год прошедший 2023 на острове айла дегустации лафройк и решили остаться на острове в москве морозно свежо и много снега поэтому дымный торфяной насыщенные активные виски должен радовать виски любителей которые любят айлу и любят арбек у нас не совсем обычный наверное сет мы решили поставить сюда как новинки так и бутылки которые уже не выпускаются или сняты с производства и начать дегустацию мы решили с релиза блазда я давно хотел поставить эту бутылку в дегустационный сет потому что мне кажется что это крайне интересно когда вы можете сравнить в сети не только до выдержку игру бочек степени обжарки или флагманский релиз коим является для завода десятка но также вы можете попробовать и релиз уникальный необычный на 40 градусах в котором нету агрессивного мощного активного артбега которому мы привыкли а есть релиз от этого завода но на 8 ppm который кардинально отличается от всего того что делает завод я не буду касаться истории завод с 1815 года радует всех виски любителей у него было много сложных и очень сложных периодов но если вы хотите посмотреть наши ролики в которых я более детально более скрупулезно рассказываю о истории завода вы можете это сделать подписавшись на youtube канал декантор где мы уже мне кажется два или три раза говорили о арбек точно ну и конечно же интересны новинки новинки у нас сегодня их две это аноморфик и это 13-летний релиз с гарпиями это первый релиз в новой серии поэтому этих представителей завода мы ждали достаточно долго конечно же интересно что находится внутри изменился ли подход артбега к новинкам мы все знаем что очень большое количество новых релизов завод выпускает очень много в год выходит разнообразных экспериментов с бочками с возрастом с до выдержками и так далее но к сожалению мне кажется что многие согласятся с этим утверждением последние годы релизы артбега не радуют фанатов не радуют любители этого завода сайлы именно своими какими-то выдающимися релизами и арбек здорово растет цене его даже казалось бы обычные некомитетные новинки стоят достаточно дорого и это отталкивает от знакомства от покупки этих бутылок и бедные коллекционеры единственные наверное кто покупают вне зависимости от оценок критики или каких-то других особенностей которые можно описать после дегустации после открытия или сформировать какое-то свое мнение относительно того понравился ли новый релиз или нет еще раз повторюсь мне кажется что рост цены и не самая выдающаяся палитра ощущений от последних артбегов которые были выпущены заводом подталкивают любителей этого производителя посмотреть шире может быть познакомиться с какими-то другими торфяными виски с айлы ну и давайте начнем передо мной 6 бокальчиков 6 бутылок еще раз повторюсь у нас блазда классическая десятка груз 13-летняя новинка в сатерне дарков и аноморфик и о двух новинках вы могли прочитать в азбуке виски достаточно подробно мы описали эти новинки несколько раз к ним возвращались если вы не подписаны на азбуку виски в телеграм канале то обязательно подпишитесь сейчас на этот канал мы стараемся говорить о всех новинках всех самых интересных бутылках которые выходят в мире виски ну и конечно же на канал декантера подписывайтесь тоже ну и давайте начнем дегустацию начинаем с блазда 40 градусов 8 ппм еще раз повторюсь релиз отличается достаточно сильно от той классики артбега который мы привыкли и это ощущается практически сразу на знакомство на первый нос очень цитрусовый очень сливочный достаточно мягкие нет никакой атаки нету никакой молодости спиртов здесь все достаточно гармонично достаточно мягко мне кажется что вслепую очень очень сложно будет предположить что это вообще артбег но еще раз повторюсь мне кажется что вот начинать с такого релиза это огромная удача огромная работа ваших рецепторов ваших ощущений и понимание того вообще каким например в линейке экспериментов многочисленных вариаций обжарки работы с бочками и даже случайностей арбег выходит на рынок и еще раз повторюсь очень приятный очень мягкий может быть даже в меру сладковатый нос но никакой атаки никакой мощи никакой агрессии здесь нету хересные хокс хеды сделали мне кажется отлично свое дело и когда вы делаете глоток да здесь есть и активная составляющая в первой атаке виски достаточно живой достаточно активный быстро появляется слюноотделение он достаточно активно забирает рецепторы рта да есть влияние дыма и торфа мы все-таки пробуем арбег но она достаточно мягкая достаточно сливочная я бы сказал что есть что-то от пастилок может быть какие-то сладкие тона переходящие в древесные или ореховые есть какой-то небольшой такой тонин я бы сказал что он достаточно активный в развитии своем но виски не короткий виски не заканчивается быстро очень богато наполняет полость рта разнообразными оттенками и может быть вот по прошествии небольшого количества времени когда а кислород начинает все-таки замещать пары алкоголя во рту появляется что-то от травянистых нот может быть какое-то легкое такое свежее ментоловое ощущение но никакой агрессии никакой атаки никаких тяжелых ощущений от этого релиза нету и я сразу перейду к десятке классический десятилетний арбек 46 градусов думаю что почти все любители виски хотя бы однажды с ним сталкивались не вот интересен именно контраст но конечно в десятке больше дыма больше торфа криозот болото резиновые какие-то на оттенке много мне кажется что водорослевых тонов или как раз больничных таких это конечно же не лафройк но вот мази вишневского может быть какие-то медицинские тона здесь тоже присутствует но это классика это флагман это локомотив арбега который наверное и влюблял в себя на начальном этапе виски любители которые пришли на айлу и там и остались поэтому критиковать его не имеет никакого смысла это по сути дела легендарный для арбега продукт который на рынке доказывает свою состоятельность ну и попробуем конечно и дыма и торфа и криозота и атаки не такой бурбоновой сладости помноженное на характерность здесь больше виски очень комплексный очень активный я бы сказал что сравнение даже с блазда это такой очень мощный очень пробивной молодой и совершенно такой активный спортсмен и он пытается доказать вот все и сразу сразу бросается на ваши рецепторы но когда проходит первая атака он отлично оседает на гортане он отлично работает с полостью рта но еще раз повторюсь это классика арбега самый продаваемый релиз самый узнаваемый самый наверное знакомый всему рынку поэтому если вы любите арбег то десятка вряд ли вас оставит равнодушным может быть не можно придраться по длине и объему но мне кажется что этого делать не стоит потому что любители айлы и в частности арбега хотят именно такого экспрессивного такого активного такого заряженного продукта который многим нравится многим не нравится поэтому тут личное дело уже и выбор каждого ну и двигаемся дальше дальше у нас это на релиз груз с участием винных бочек красных бочек у нас не комитетный обычный релиз тоже 46 градусов и хотелось мне лично как раз его сравнить с новинкой с 13-летней версии где участвуют тоже винные бочки но это бочки из-под сладкого вина saturn достаточно активный нос здесь отсутствует на мой взгляд он на весьма сдержанный очень комплексный есть что-то от красных ягод есть какая там такая кислинка но мне кажется что вот этому релизу требуется чуть больше времени ему требуется посидеть с хорошим собеседником не торопясь ему нужен воздух ну и чем больше релиз дышит здесь больше поднимается вот это торфяное облако я бы его так назвал с вкраплением именно красных каких-то оттенков ягодных есть что-то от древесной такой мокрой щепы я бы сказал что достаточно строгий и не такой активный не такой мощный не такой экспрессивный арбик в для тех кто наверное хочет такой стиль если вы найдете бутылку груза мне кажется это отличный вариант глоток полностью является продолжением аромата единственное что я бы сказал что вот эта фенольная составляющая дымная составляющая торфянистая составляющая она чуть более активно себя ведет в глотке но при этом опять же еще раз повторюсь что есть какие-то клюквенные тона может быть фруктовые очень хорошая интеграция бочки есть что-то от пепла от дыма от может быть сгорание древесины но очень деликатный очень интересный релиз я пробовал и груз в варианте который у нас на столе и в варианте комитет нам мне кажется что это достаточно хороший эксперимент весьма достойный и еще раз повторюсь мне кажется что его основным преимуществом является не активность не вот это вот экспрессия не живость которую например мы наблюдаем в десятке а именно такой более ровный более томный может быть арбик с дымом и торфом вкраплением красных спектров но при этом очень мягко пьющийся не активничающий и нет вот еще раз повторюсь атаки что мне в целом нравится ну и перейдем к следующему релизу это антология 13 лет здесь использовались бочки из-под сатерна выдержка происходит параллельно то есть срок выдержки для каждого типа бочек 13 лет и потом спирты смешиваются соединяются это первый релиз в серии на нем изображена гарпия на упаковке а на самой бутылке изображены ее золотые перья мне кажется что сочетание сатерна и дымного виски вообще достаточно выигрышный формат но могу вам сказать что первый нос первое знакомство здесь есть и медоносы здесь есть и восковой то но и дымная составляющая достаточно активно она никуда не девается и то мифическое существо на половину человек на половину гарпию наверное должны как раз вот сочетать в себе на ту идею заложенную в этом релизе как арбек в классическом его проявлении с бурбоновой бочкой и с участием бочки из-под сатерна еще раз повторюсь сладкий аромат который обрамлен таким вот дымным составляющим трофиным составляющим есть и медоносы и восковые какие-то тона и что-то сладкое поэтому аромат очень располагающий очень приятные не очень активный не очень резкий вкус весьма деликатный да есть атака дыма и торфа но она достаточно быстро сменяется как раз вот этим сладким таким интереснейшим как мне кажется обволакивающим щеки и верхнюю часть ротовой полости сатерном вот именно такой может быть даже восковой пленочкой но при этом хорошим эффектом согревания в гортане согревание в именно финале мне кажется достаточно достойный релиз в целом это конечно начало коллекции мы знаем что первые бутылки всегда востребованы больше чем мы все остальные потому что они первые покидают рынок их первые покупают и открывают поэтому если вы вдруг коллекционируете арбек я советую вам купить наверное несколько таких бутылок мне кажется что в них есть и инвестиционный потенциал ну и их конечно же в дальнейшем будут искать в большей степени как когда серия разрастется когда выйдет второй третий релиз ну и так далее ну давайте двигаться дальше у нас релиз дарков на или темная бухта здесь сорок шесть и пять градусов это один из самых темных релизов связано это с тем что это дань уважения тем темным временам когда контрабандисты уплывали на айлу и достигается это благодаря тому что используются особые виды бочек из-под хереса здесь также сочетание но вот хересные бочки дают достаточно темный достаточно густой насыщенный цвет этому релизу этот релиз также выходил в двух версиях это той версии которая представлена на столе и комитетной версии ну здесь очень много бальзамика много трав здесь есть сухофруктовая основа с печеными может быть такими ореховыми какими-то тонами мне нравится вот этот травянистый такой может быть даже слегка какой-то аптекарский или каких-то трав смешений может быть как раз для того чтобы прочистить дыхательные пути очень приятный деликатный аромат здесь тоже нету атаки здесь нету мощной агрессии здесь нету тех спиртов активных которые мы можем ожидать от любой бутылки артбега но еще раз повторюсь очень приятный такой маслянистый сложный и именно вот для меня как мне кажется такой травянистый или может быть слегка даже медицинский аромат очень приятный очень деликатный очень объемный очень много информации сразу появляется в ротовой полости но никакой атаки никакой агрессии релиз вот сложен прям практически идеально ничего не выпирает очень хорошо сбалансирован очень хорошо мягко пьется здесь чувствуется и влияние тех самых херестных бочек о которых я сказал но и длины и объема и глубины здесь достаточно я бы отметил черный шоколад чай лакричные то на какой-то может быть сладкий опять же такой вот дымный формат но от хорошей сигары может быть или трубки но ничего не выпирает очень качественно собран очень хорошо сформированный релиз весьма глубокий с ним конечно лучше посидеть не торопиться это не хочется гореть артбег старой школы но это вот тот наверное стиль артбега которому многие привыкли и которого ждут от новинок коих мне кажется выпущено очень много но вот это вот аутентичность и какой-то нюанс именно вот такого проявления потерян но это мое мнение еще раз повторюсь что много релизов вышло за последние годы и мне кажется что каждый может найти какие-то бутылки которые ему доставят массу удовольствия и он смог попробовать их а если вы коллекционер еще раз повторюсь что надо обязательно набраться терпения и продолжать собирать наверное свою коллекцию но я призываю всех все-таки пробовать а те релизы которые вы ставите на вашу коллекционную полку ну и давайте переходить к последнему релизу релиз называется анаморфик билл лэмсдон говорит о том что это четырехмерный артбег в котором сочетается четыре вкуса и это комитетный релиз это комитетный релиз 2023 года 48 и 2 градуса крайне сложная в описании этикетка на ней я так понимаю билл лэмсдон ходит по лестнице и здесь масса всяких вещей происходит что-то взрывается что-то горит что-то открывается ну и тоже вот я честно говоря не могу вам сказать что есть какое-то прям вот первое описание аромата да действительно аромат достаточно сложный мне кажется что сочетание какого-то кислого и сладкого здесь присутствует может быть не хочется думать что это дрожжевая основа или какие-то бражные тона нет но вот что-то от черного хлеба может быть может быть какие-то хорошие стиле стаута здесь в ароматике тоже очень мягкий аромат ничего не бьет по рецепторам ничего не забивает рецепторы хотя 48 и 2 градусность уже весьма серьезная виски дымный но хочется хочется еще раз возвращаться к ароматике хочется открывать какие-то новые нюансы они открываются достаточно активного частные кажется что он стал более свежим появились какие-то может быть сочные яблоки груши что-то такое фруктовое вкус достаточно перечный очень пряный есть какие-то нотки и соли и я бы сказал что это что-то от мясных может быть каких-то то есть это вяленое мясо или может быть какие-то именно обработанные виды мяса по гастрономия такая что-то от барбекю но очень сухой релиз очень быстро забирает воду из-за ротовой полости крайне активно себя не ведет но вот это вот формация где релиз достаточно сухой поднимаются танины и сложно наверное описать вот действительно какой основной аспект основной момент в этом арбеге хочется затронуть но вот для меня например действительно приятная сложная ароматика до интеграция дыма достаточно хорошая но вот это вот перетечение наверное вкусов здесь действительно можно почувствовать сложно поймать вот именно какую-то одну такую нотку которая вот прям действительно цепляет и действительно играет первую скрипку но все релизы крайне разные действительно нужно посидеть посмотреть как идет развитие в бокалах что привносит воздух и процесс аэрации когда виски дышит даже в бокале мне кажется что очень интересные пары в сравнении у нас получились их в общем-то 3 это блазда с десяткой начальный этап это груз 13 летней версии где одна версия груза это красные винные бочки а на 13-летняя версия это saturn белое сладкое вино ну и dark of сравниться на морфиком тоже мне кажется очень будет интересно на дегустацию знаем кто одержит верх в голосовании я честно выделю dark of мне кажется что абсолютно гениально собранный и прекрасный арбек для тех кто вот любит не активные не мощные арбеги а именно вот такие томные деликатные очень обволакивающие и весьма сложные интересный анаморфик его миссистость его кислотность его какая-то вот это вот может быть раскрывающая сладость действительно релиз интересное с ним стоит посидеть и поработать наверное подольше ну и еще раз повторюсь что что 13-летняя версия что груз порадует любителей винных бочек я думаю что многие найдут там какие-то нюансы и тонкости которые им нравятся что ж друзья мы продолжим говорить о арбеге мы продолжим открывать их новинки сочетать их в наших дегустациях с историей уже с теми бутылками которые сняты с производства может быть уже которые являются историческими потому что релизов много выходят они достаточно часто что дает нам возможность изучить и держать руку на пульсе того что же происходит на заводе что же делает билл лэмсдон с арбегом сейчас спасибо вам за внимание мы еще раз повторю открываем наш виски год постараемся много говорить о самых лучших бутылках постараемся открывать все самое насущное интересное но еще раз повторюсь айла конечно остается в наших дегустациях и будем стремиться не всегда но частенько возвращаться на остров чтобы попробовать его дымный торфяной а может быть и нет виски всего доброго друзья всем пока